всем привет махнул своего железного коня на этого карбонового вы не подумайте я не предал своего коня я просто взял покататься на этом велосипед циклон про один с 29 колесами шины стоят кенда тормоза дисковые впереди стоит 180 миллиметров тоже shimano dior а сзади стоит диск на 160 миллиметров тоже shimano dior гидравлика dior xt стоит педали мои хоть в этом привыкать не нужно будет седло то что тут и стояла ну для такой низкой посадки проехал 1 20 километров есть уже свои ощущения совсем другой велосипед другая посадка и другая издание это велосипед спортивный мария сухопалова всеукраинские соревнования в групповой гонке первое место среди младших девушек на 10 километровой дистанции победу она одержала на велосипеде циклон про один таком велосипеде даже в соревнованиях участвовали и даже одерживали победы поэтому сегодня мне выпала честь испытать такой велосипед покататься на нем для меня это очень новая и необычная потому что это велосипед карбоновый поэтому сейчас еду в лес в виденке и там немного покатаюсь и поснимаю потом расскажу о своих впечатлениях что я вижу здесь интересное что особенности какие езды вот и доехал до виденок дороги тут как раз такие для такого велосипеда и одежку сделали да отработала 12 до что мигает то два то три заехал к своим друзьям виденка сейчас мы едем в черный лес там будем собирать черемшу это такая называется медвежий лук на вкус как ну ростки чеснока вкус их нужно и солить и квасить и что-то с ними делать очень много витамина c володь как речка называется уды резкий подъем не знаю сколько тут градусов но серьезно на самой первой звезде ну выехал вот преимущество этого велосипеда я заехал ничего себе здесь канавка есть такая песня у высоцкого колея колея вот это лес называется черный но сразу при въезде красивые цветочки желтенькие подснежники еще вот какие то хороший тест драйв получается здорово здесь подснежники растут прямо на дороге тут конечно такие буреломы есть конкретные в этом лесу но видно что деревья которые падают на дорогу их разрезают чтобы можно было проехать но их не забирают так оно все лежит а подснежников здесь видимо невидимо вся подстилка у леса голубая из этих подснежников спуск вау 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 ходим в поворот я не знаю мне прямо чем поворот ну сюда наверно на таком велосипеде не страшно с такой горки лететь задний тормоз только пищит сильно это надо протереть наверно чем то его А передний хорошо-то останавливает. Вот она черемша такая. Сейчас подожди, можно попробовать её. Да, на вкус как свежий чеснок. Это сныть. Что такое сныть? Это дикорастущие съедобные растения. Первое из-под снега уходит, выходит и последнее уходит в зиму. А чем оно особенное? Куча витаминов. На вкус как морковка где-то так. Да ты что? Да. Вечерняя. Закончилась вода. Не знаю, отдалённо морковку напоминает. Но что-то ещё. Трава с морковкой. Вот так выглядит черемша. Её тут много очень, очень много. Много-много. Смотрел википедии, там действительно говорится, что здесь очень много витамина С. Поэтому сейчас самый раз по весне. Особенно от гриппа помогает мастер-класс. Начистила вот так под углом. Раз. Так внизу. Он как будто маленький. Будем крупную косить. О, срезал. Тоже срезал. Вот такая получается добыча. Как ты крапиву так руками, а? Снизу берёшь вот так и всё. Я не знаю. Он же всё равно жалит. Ну, брать так, чтобы не жалим. Вот так раз. Пошёл, пошёл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Велосипед удерживается И погреб, погреб Сейчас только удачу на другую Проехал На своем бы я уже не проехал ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сменил своего алюминиевого коня На этот карбоновый циклон Это временная замена Из-за карантина Мой велосипед на карантине А этот будет его заменять На выходных Итак, проехал я на нем уже Около 60 километров Приблизительно Это велосипед циклон Про 1 Немножко он запылился Ну, мы его помоем Это не страшно Какие мои впечатления? Ну, первый момент Когда я на него сел Кажется, что это не моя посадка И не мой велосипед Ну, естественно К любому велосипеду нужно привыкать Поэтому Здесь немножко низкая посадка И получается Ниже ты сидишь Седло рассчитано Под низкую посадку Уже, чем у меня Поэтому Немного некомфортно Было в первое время Проехав 20 километров Моя пятая точка К нему привыкла Какие плюсы этого велосипеда? Это велосипед МТБ То есть велосипед Для того, чтобы ездить По пересеченной местности По песку Гравию Грязи Ну В таких вот местах Это велосипед ПРО Поэтому это Для спортсменов Это Профессионалов То есть велосипед Для профессионалов У него Карбоновая Рама Довольно-таки Легкий велосипед Сама рама Она вообще Легкая Если бы колеса Более легкие были То он бы вообще Был бы пушинкой Ну а так Это Спортивный велосипед У него хорошая вилка Амортизирующая У него Широкий руль Для того, чтобы управлять На бездорожье Там нужно Хороший рычаг Такой На поворотах И везде Для того, чтобы Не потерять управление Широкая резина Шипованная Скажу Очень удобно На асфальте Вообще Я под 45 градусов Закладывал велосипед Больше градусов Чем сейчас он стоит И легко проходил Повороты Даже с песком С гравием Дисковые тормоза Спереди стоит 180 миллиметров Сзади 160 миллиметров Кассета На 11 Скоростей Здесь 11 звездочек Стоит Переключатель Диор Шимоно Диор Эксти Переключатель Переключает Быстро Четко Сбрасывается Передача По одному Вот вниз А вверх Она получается Вот Раз Два Три Четыре За одно нажатие На четыре Звезды Можно переключиться Здесь только Один переключатель И к этому Надо привыкнуть Что Только одним Переключателем Меняется Положение Ну в принципе Если учесть Что это на соревнованиях То Гораздо проще Одним работать Чем Двумя Переключателями Поэтому Как бы тут Целеобразно Это все сделать Именно С одной Звездой Спереди И сзади Больше Звезд Стоит То есть Одиннадцать Звезд Стоит Спереди Тридцать четыре По моему Звезда А сзади Там больше Сорока Тросик Переключателя И Гидравлический Маслопровод Он проходит Внутри Рамы Выходит Тормозной Здесь Переключателя С той стороны То есть В раме Все скрыто Есть также Предусмотренный Под переключатель Передний Но есть Один недостаток Я считаю Здесь Ничего не происходит А вот Гидравлика Она Вот Во время Движения Может происходить Вот такая Вот Беда Поэтому Как бы Можно Подпереть Чем-нибудь Вот здесь Вот Его Чтоб Она Не стучала То есть Как-то Надо Зафиксировать Я бы Тут Какую-нибудь Стяжку Поставил И она Была Натянута И не Тарахтела Это было бы Очень хорошо Для меня Этот велосипед Необычный Необычный В том Что здесь Все для меня Впервые То есть Здесь я Впервые Поездил На Дисковых Тормозах Передний Мне понравился Задний Не очень Потому что Он меньше Размером И тормозить Не так Как передний Неплохо Было бы Чтобы и Задний Был 180 Тогда было бы Как-то Спокойней Впервые Я ездил На Карбоновом Велосипеде С Карбоновой Рамой Основная Особенность Что он Легкий Поэтому На любую Горку Так легко На нем Заезжаешь Там Хватает Силы Чтобы Даже Под такую Крутую Горку Выехать Хорошо Управляется Велосипед Даже На Песчаном Грунте С Таким Сухим Глубоким Песком Можно Ехать То есть Благодаря Этим Шинам Широким И Благодаря Хорошей Передаче Хорошо Велосипед Се Ведет То есть Достаточно Устойчиво Не ведет Не закапывается Ну Мне Не понравилось На этом Велосипеде Стоит Хорошая Вилка Она Хорошо Так Амортизирует Вот Настолько Она Получается Работала Даже Сюда Получается Даже Работала Она Можно Ее Выключать Почему Здесь Много Щелчков Может Быть Какая Регулировка Еще Есть Но У меня Была Она Полностью Включена Я Не Выключал Эту Вилку На Асфальте Потому Что Съезжая У Нас На Наших Горках Можно Встретить Такую Яму Там Внизу И Благодаря Вот Этой Вилке И Этим Шинам Совершенно Не страшно Было Перескочить Яму И Проехать Какие-то Неровности Вообще Как На Джипе Велосипед Классный Мне Очень Понравилось Конечно Он Отличается От Туристических Велосипедов Он Для Других Целей Сделанный Но Поездил Я По Этим Буэракам И Мне Понравилось Что Он Такой Устойчивый На Своем Велосипеде Я бы Так Не Смог С Горки Слететь С По Пересеченной Местности И Я Честно Восторге Получил Колоссальное Удовольствие Рекомендую Очень Классный Велосипед Велосипеде Субтитры подогнал «Симон»